У нас очень необычный день, потому что по католическому календарю наступил первый день после Рождества. Я поздравляю всех с тем, что мы с вами вошли в эру света и радости, потому как даже в нашей традиции славянской 25 декабря это особый день. И в языческой традиции славян это был день сварога, зимний сварог, который охранял весь мир и отпускал свет и радость на нашу планету. Именно после 25 декабря, хотим мы этого или не хотим, но потихонечку начинает происходить движение к светлому периоду. И сегодня у нас тема необычная. На сайте планетария был выставлен докладчик Дмитрий Геннадьевич Станкевич, но из-за того, что проходят олимпиады в университете по астрономии, он, к сожалению, не успевал никаким образом о шести часах. И поэтому любезно согласился с Люсарев и Мак. Я просто в двух словах скажу, если вы не возражаете, о том, что его любовь к звездам, она связана с детским возрастом, который действительно восхищает человека и направляет его в тему исследований. Иван в этой комнате, когда-то все было по-другому, он посещал астрономический кружок нашего планетария. И после того, как стал студентом физического факультета отделения астрономии, он не просто стал хорошим астрономом, но сейчас пишет кандидатскую диссертацию. И фактически уже предзащита была, и он оформляет последние моменты того, чтобы получить из Киева подтверждение своей степени кандидата физико-математических наук. Это очень важно и почетно для нас. Потому что сегодня молодые ученые, они на передовых рубежах науки. Презентация о Марсе, она очень необыкновенно сделана, и я ее просматривала в университете. Это материал новый совершенно. И Иван действительно имеет большие перспективы не только в исследованиях планет, но и, я думаю, очень многих отделов астрофизики, потому что сегодня астрономия это наука, где все ее категории и все ее подразделения состыкованы в одно целое. Взаимопереход происходит. И я предоставляю слово Ивану, и он вот так, как говорится, немножко в такой свободной манере, он сам будет обслуживать технически свою презентацию, он нам подаст свою тему. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Указ-то можно? Да, я принесу сейчас. Лайя, мне указ-то можно. Сейчас, пожалуйста. Это уже не просто. Очень красиво, как вы видите. Ну, как видите, изменилось. Мы попросили меня, я эту презентацию готовил в начале этого года. По первым, наверное, восьми месяцам работы марсохода Curiosity, которую вы, наверное, слышали. Ну, я немножко дополнил его, поэтому больше будет показ, зачем расскажем. Если будут вопросы, то в конце, после лекции, можете задать все, что вы знаете. Интересно. Ну, понятно, что Марс очень давно привлекал исследователей. Фактически, благодаря особенностям орбиты Марса, именно тому, что она значительно более вытянута, чем, например, на земная орбита, были открыты законы Кеплера, именно загадка движения Марса, трудноподдающейся классической астрономии, и натолкнула Кеплера на разработку собственных законов, а что в итоге привело Ньютона к открытию, собственно, своего закона всемирного тяготия, поскольку задача стояла именно так. Какому закону должна подчиняться сила, действующая на планету, чтобы движения данной планеты подчинялись открытию к декорам закона. В отличие от хорошо заметной и яркой вне, которая бывает что вечером, утром, бедна, Марс имеет существенно более длительные периоды, когда он, видим очень хорошо, имеет большой блеск, это так называемое противостояние, и в периоды, когда он, в общем-то, простой человек, и он на небе не отличит от обычных звездов. И, естественно, он привлекал с момента открытия, изобретения телескопа, с того момента, когда Галилей направил свой телескоп на небо, он тоже привлекал внимание следователей. Вот на правом слайде показаны зарисовки, ну, к сожалению, ее, если позволяет вам вопрос прочитать, это Кристиана Гюргенца, голландского ученого, который в том числе известен открытием колец и Сатурна, с зарисовком одной из деталей на Марсе, которая, в общем-то, была верно им обнаружена, и уже в первое, там, десятилетие наблюдений удалось с высокой точностью определить период вращения именно по этой детали. Соответственно, это зарисовки названия Скиапарелли, потом, это одна из лучших наземных фотографий, полученных еще в докосмическую эру, точная, я не могу сказать, но, скорее всего, это Пик Дюмиди во Франции, и космический телескоп Хаббла, здесь, в общем-то, для удобства показана одна деталь, которая называется Circus Muncher, ну, и снимок Mars Global Survey. Вот как представлял Скиапарелли по наземным телескопическим наблюдениям глазом, это всего лишь небольшой был телескоп сантиметровый, там, скажем, в конце 19-го, начале 20-го века, это обычный был университетский инструмент, где были кафедры астрономии в Европе, обычно такие дископы там стояли, вот, и, собственно, реальное изображение Mars. Ну, не так много деталей, которые видел, казалось, что он видел в Скиапарелли, а присутствует на самом деле на Марсе. Самое заметное, опять же, это Circus Muncher и полярные шатки, в данном случае здесь я имею в виду. Вот. Но постепенно, с 19-го века интенсивность исследования Марса достигла своего пика. Здесь проведено в десятилетие число запусков к Марсу. Ну, понятно, в самом начале их было очень много, но из них большой процент был неуспешный. И уже в новом тысячелетии число миссий, которые в каждом году были запущены и достигли уже Марса и действовали в данном году, реально получали научные данные. Первым аппаратом, который снял с орбиты Марс, был американский аппарат Майнер-4 в 65-м году. Вот такие, достаточно нечеткие, на наш нынешний взгляд, снимки. Ну, вот более четкие. Что удивило, ученые увидели похожую на Луну, хоть не совсем, но существенно менее похожую на Землю, картерированную поверхность. Потом наступила эпоха работы Викингов. Это очень успешный был проект американский. Два аппарата, у которых были орбитальные модули, посадочные модули, Викинг-1, Викинг-2. Они сели на Марс и поработали с 75-го по, в 77-го, вернее, по 82-й год. Пять лет. Это очень большой срок для работы аппарата в то время, особенно на поверхность. Луноходы, как вы знаете, поработали чуть больше, один из них чуть больше будет. Ну, это уже действительно было выдающееся достижение. Аппарат сел на другую планету, хотя это произошло несколько позже. Первый космический аппарат, который сел на другую планету, это были советские Венера-8, Венера-9 на Венеру. Они передали снимки с поверхности Венера. Ну, понятно, что основной задачей у них экспериментов, тогда что интересовало ученых, это поиск различных биомаркеров, которые могли бы указать на наличие жизнедеятельности каких-нибудь организаций на поверхности. Но, однако, им это не удалось сделать. Ну, постепенно вырисовывалась физика этой планеты. Понятно, давно было известно, что это планета земного типа, она имеет плотность, близкую к Земле и Венере. Она меньше, он меньше или в два раза меньше. Ну, тут, к сожалению, придется более внимательнее смотреть. Здесь, как в табличке, показаны сравнительные характеристики этих двух планет. Ну, у них близкий наклон оси вращения плоскости орбиты. Вот диаметр, видно, что они в два раза отличаются. Близкие периоды вращения всего лишь на полчаса отличия. Сильно отличаются, конечно, условия на поверхности. Вот диапазон, который на Земле бывает, вот диапазон, который бывает на Марсе. Сильно отличается давление в более чем сто раз. И состав атмосферы тоже очень сильно отличается. Вот здесь, обратите внимание на последнюю колонку, это отношение величин, соответственно, для Марса и для Земли и для Марса. Среднее расстояние от Солнца в полтора раза больше. В переделии Марс дальше от Солнца, чем Земля, в 1,4 раза. Соответственно, максимально до 1,6. Средняя орбитальная скорость, ну, не так сильно отличается. А вот эксцентризитет, это вытянутость орбиты. Вы видите, в пять раз отличается. То есть орбита Марса существенно более вытянута. Наклон к плоскости земной орбиты 2 градуса. И дальше, собственно, физические орбиты 10. Это в 2 раза меньше радиус, в 10 раз меньше масса, плотность существенно меньше. Поверхностная гравитация составляет 40% от земной. Вторая космическая скорость. Вот для Земли это 11,2 километра, для Марса 5 километров. Поэтому с Марса лететь намного легче. Рельеф. У Марса очень необычное распределение высот по поверхности. В отличие от Земли, у которой действует механизм тектоники плитца, который является результатом конвективных процессов в магнитивном веществе Земли, который в свою очередь является механизмом, который позволяет выносить тепло из радиоактивного распада в ядре, на Марсе никакой теплоники нет. Никогда не было. Теплоотвод, который происходил, он происходил путем так называемых горячих точек. Классическим вариантом горячей точки на Земле являются гавайские острова. Они находятся в середине технической плиты и, тем не менее, имеют активный вулканизм. На Марсе такой областью является Тарсида или Тарсис, с латинским, если угодно произносить. Здесь расположена четверка вулканов крупнейших. Вот самый высокий вулкан, собственно, самая высокая гора в Самочной системе. Это Али и еще вот цепочка из трех вулканов. Обратите внимание, что здесь цвета показывают относительные высоты километра. Чем краснее, тем выше. Чем наоборот более сильнее, тем ниже относительно выделенного какого-то уровня. Там никакого моря нет, поэтому если на Земле чуть-чуть от уровня моря, на Марсе отчет производится от высоты, на котором фиксируется некоторое давление. 6 мегапартов. И обратите внимание, что от основания этой возвышенности отходит не что иное, как канал моря, самый протяженный, один из самых глубоких каналов, каньонов в Солнечной системе. Причем, опять же, обратите внимание на дикотомию между северным полушарием и южным. Если южное полушарие имеет существенно большие высоты, то северное более плоское и низменное. Единственное отличие – это область Лада или Телос. Причем, опять же, обращаю ваше внимание, что по долготе они приблизительно на 180 градусов отличаются, и была идея такая, что результат возникновения этой возвышенности, собственно, вулканизма был удар в противоположную точку Марса крупного метеорита. И вот другой вариант карты. Здесь сверху полярная область. Хеокарта лунный, для примера. Видно, что они совершенно не похожи. Видны ударные бассейны и, в общем, приблизительно равномерное случайное распределение высот и, наоборот, низменностей. Ну, та же карта, только здесь не нанесено название, как и чего называется. Запомните, вот, очертания Лада нам потом еще пригодится. Вот увеличенный фрагмент начала долины Маринера, что она берет на свое начало как раз и подножье вулкана. Опять же, возникла гипотеза, что, и она, в общем-то, подтверждена уже геологами, которые много лет уже исследуют снимки и данные, собственно, непосредственных образцов, взятых на поверхности Марса марсоходами, что образование этой долины было таким. После того или иного процесса, который заставил возникнуть активный вулканизм здесь, в области Тарсис, под поверхностные льды, которые находились здесь, были расплавлены. Соответственно, этот процесс был очень быстрым с точки зрения геологии. И этот расплав промыл, вот, соответственно, это образование. И это в северном полушарии пополнило, в общем-то, океан, который там существовал. Ну, вот, размер изображения по данным лазерного альтинемера, называется, работу на орбитальном аппарате. Ну, вот, собственно, крупнейший вулкан, вот, как он выглядит здесь. По величине, приблизительно, 500-600 километров, высота 25 километров, верхняя тальдера размером почти 100 километров. Вот она увеличена. По своему типу он похож на гавайский вулкан. Обычно всем говорят, что самая высокая гора на Земле это Эверест или Джамалун до 8, почти 9 километров. Но с точки зрения отношения высоты полной к окружающей среде, в таком плане самой высокой горой является на Земле как раз два вулкана, Мауналло и Маунаке, которые, собственно, два из островов гавайских. У них высота 10 километров. Вот, это поднятие тарсис, ну, сбоку. Четыре вулкана. Вот один из механизмов, который мог образовать возвышенность. Расплав, возникший от радиоактивного распада в ядре, проплавил кору Марса, создал потом в итоге застыв утолщение этой коры и прорвался наружу, образовав эти вулканические протоки, соответственно, вулкана. Вулкан на самом деле на Марсе больше, их не 4, их больше десятка. Дальше давайте перейдем к атмосфере. Вот это черточка на небе, не что иное, как первый снимок с марсохода Curiosity марсианского метеора. Это частичка, влетевшая в атмосферу Марса и под действием тех же процессов, что и Земли, поистирение, высветившая свою энергиокинетическую виде излучения. А вот это, нет, это еще даже не Curiosity, это один из, Spirit, это вот пара марсоходов, которые работают, один из них работает до сих пор. Вот еще один вариант, но это уже как раз вот этот манипулятор Curiosity. Вот эта яркая точка, это два последовательных кадра, появившиеся. Вот личное изображение. Еще один снимок метеора. Они не только в атмосфере сгорают, некоторые долетают до поверхности. И вот, опять же, одним из марсоходов был обнаружен такой вот камушек, который имеет сильно отличающуюся от окружающей песчаной пустыни структуру, когда они детально его изучили. В общем, ученые пришли к выводу, что это метеорит, который упал на Марс. Ну и вот, лежите беспокойно. Одним из самых успешных проектов по картирую Марса является Марсер Кокнаис Орбитер. Это спутник, который обеспечивает съемку поверхности Марса с разрешением 25 см на пиксель. Это даже лучше, чем аналогичный аппарат, который летает на Луне. Для Луны там разрешение полметра на пиксель. И вот он уже летает с 2006 года, неоднократно проводил съемку одних и тех же областей. И за время работы этого аппарата было выявлено 250 новых кратеров на поверхности Марса, образовавшийся в стадии падения метеоритов на его поверхность. Вот один из них. Ну вот, рядом этих. Они хорошо выделяются на этих снегах. Вот как меняется за счет ветровых процессов на Марсе, как у Земли. Это вот съемка, наверное, орбитального аппарата Викинга. Это уже 99-й год молодой кратер. И 2005-й год тоже место, видите, от кратера уже почти ничего не осталось. Вот было заметно. Вот собственно атмосфера Марса. Состав ее кардинальным образом отличается от Земли. Если у Земли основная составляющая азот, потом ее кислород и дальше после аргонов, который имеет 1%, на Марсе 2%, идут малые примеси, то на Марсе 96% углекислый газ, азот с аргоном приблизительно равный по 2%, малая доля кислорода и угарный газ. Справа здесь температурный профиль. Здесь высота, здесь температура в Кельвинах. Синеньким показан профиль для Земли, зелененьким для Марса. Это Викинг-1, а вот это вот в Кайва это Викинг-2. Видно, что опять же распределение температуры сильно меняется. У Марса, например, нет выраженного пика температуры на высотах 50 км. Это более простая табличка по составу. Справа, кстати, температура, это эффективная, так называемая температура. Мы поговорим о средней температуре планеты, какую она имеет на данном расстоянии от Солнца. Ну вот здесь для сравнения приведены земные параметры. Вот распределение водяного пара в атмосфере Марса с временем года. Здесь в качестве индикатора времени года отложены не дни в продолжительности марсианского года, а долгота Солнца это, в общем-то, эквивалентная величина, а то в другое можно перевести. По оси Y это широта. Видно, что здесь чуть больше одного года марсианского. В фиолетовом показано почти полное отсутствие воды. а красный наоборот, максимальная его величина. Видно, что в максимуме это всего лишь одна десятитысячная от содержания водяного пара в воде. Тем не менее, казалось бы, такая слабая атмосфера Марса, она имеет высокую влажность относительно. Если на Земле очень значительные колебания влажности, зимой, например, у нас часто бывает 98-99% влажность, а в каких-нибудь пустынях влажность бывает очень низкая, 50-60%. На Марсе почти всегда водяной пар находится в насыщенном состоянии, просто потому что давление очень низкое. Видно, что максимум приходится на лето в северном полушарии, в южном наоборот, при этом почти отсутствует водяной пар. И только вот в Лизии, когда Марс проходит свой перигелий, причем, обратите внимание, это 2004 год. Вспомните, что я говорил, что у него очень гнинут орбиты, поэтому расстояние в перигелии и в афелье орбиты, расстояния сильно отличаются, поэтому температуры тоже намного более сильно отличаются, чем на Земле. Это приводит к тому, что как раз в 2003 году было великое противостояние, которое происходит только тогда, когда Марс находится вблизи своего перицента, то есть ближе всего к Солнцу, а Земля, наоборот, в удачном положении относительно дать для Земли. Он тогда был близок к Солнцу и к Земле. И в это время как раз было много воды, поскольку нагревало Солнечко. Хорошо. Это места, указанные посадок спускаемых аппаратов. Викинг-1, Викинг-2, Спирит, Оппорт Юнити. Вот Спирит уже не работает с 2010 года, а Оппорт Юнити отметил в этом году 10 лет своей работы. И до сих пор он ездит по поверхности Марса, исследуя физические свойства и химический состав. На марсоходах есть датчики температуры и давления. Поскольку атмосфера очень разреженная, то колебания этих двух параметров намного превосходят соответствующие колебания в земной атмосфере. Вот, например, в нижней части графика зелененьким показано это южный полюс в Антарктиде, изменение температуры. Вот они плавненькие, выделяется лето, выделяется весь остальной год, который немного от лета отличается. А красненьким это колебания. Сверху синеньким показано это Аризона, вот циклические колебания, хорошо летные, и какой-то еще все это. А этот Pathfinder это первый марсоход, который работал на поверхности Марса в 1996 году. Вот как меняется в течение года давление на поверхности. Вот этот ряк такая, это суточные колебания давления. На Земле почти суточных колебаний давления нет, на Марсе не очень сильные. И вот видно, что постепенно оно растет, когда приближается к лету данная точка на Марсе. Вот, давайте перейдем теперь к активным процессам на Марсе. Как вы думаете, что это такое? Ну, почти правильно. Это пылевые, так называемые аналоги пылевых дьяволов на Земле. Вот еще один декорация. Вот у них даже есть такой гиф сделали, вот его. Вот есть области, где они очень активны, и сверху буквально на этих снимках видны следы их движения. Такие полоски более светлые. Вот. Они, в отличие, если на Земле они достигают всего лишь десятков метров, ну вот и такие наблюдаются на Марсе, то на Марсе часто возникают пылевые дьяволы, очень большие, шириной 70 метров и высотой десяток километров. Довольно активные динамические процессы, которые существуют. Водяной пар может находиться, как в теплое время года на Марсе, в атмосфере. Когда холодает, он конденсируется и формирует подобие земных перестых облаков. Вот одна из картинок, которая показывает формирование таких облаков. Вот. Висит дымка над как раз торсидой и над вулкарными основаниями. У них наблюдается даже вот один из случаев, нечто подобное к нашим циклонам. С ясной центральной частью и нечто сферическое, с аспиральным движением. Но это для, это диковинка, это марсианская атмосфера, там динамика сильно отличается. Там же нет океана. У нас океан является основным таким тепловым генератором, который питает атмосферу. Поскольку сглаживает колебания температуры. Вот. Это вот тоже такая улица. С образованием сферического облака. Вот здесь три картинки движения облаков, отражающих на Марсе, снятые Марса полями. Один из них это Феникс. В общем, довольно интересный аппарат, который был специально посажен в полярной области, чтобы исследовать до тех пор не исследовавшуюся. Это еще при полярной области. Это 2008 год. Вот он снял движение облаков. На самом деле тут по такому качеству, я думаю, нам не будет видно. Там еще и снег идет. Вот. Ну вот движение. Это уже, по-моему, спирит или аппартию этих марсаходов снял движение облаков ближе к экваторам. Вот здесь. На этом снимке тут должен быть где-то снег, но боюсь мы его тут не увидим. Внимательно следить, тут иногда появляются какие-то светлые точки. Видите? Пролетают. Ну, это конечно не метель новогодняя, но поблизительно такая же зима, как у нас сейчас. В общем. Ну вот пылевые бури. Это самые активные и самые заметные процессы на Марсе. На Марсе, когда практически вся планета теряется всякие контрасты, она покрывается такой онородной дюймкой. Самое большое, что бывает на Земле, это существующий постоянный перенос мелкой пыли от Сахары в сторону Центральной Америки. На Марсе же эти процессы намного более масштабные. Причем, вот, не знаю, если в конце время будет, я покажу видео, об изменении запаленности марсианской атмосферы. Там будет видно, где они рождаются. Ну, вот как меняется освещенность. Это вот Opportunity снимал во время пылевой бури. Спутники Марса. У него их два. Вот открыватель этих спутников, Масов Холл. Крупнейший кратер на Фобосе, кстати, назван Стикни в честь Джима Масов Холла. Потому что именно она заставила его тут в ночь, когда он уже разуверился, что он их найдет, послала его ночью наблюдать на них в складе. Они два таких очень неправильных тела, скорее всего, являются загважными астероидами, небольшими. Неоднократно марсоходы наблюдали затмение соответствующие, ну, не только кольцеобразное бывает для Марса, то есть прохождение, соответственно, Фобоса и Деймоса по диску с Локсом. У Марса есть такое понятие, как криолитросфера. Это вот смесь льда и динамика льда за счет сезонов меняющихся, то есть когда есть нагрев и значительная часть льдов, которые на Марсе представлены не водяным льдом, а углекислым газом. Те, кто помнит старые мороженницы, там раньше лежал сухой льд такой. Вот это то же самое, что есть на Марсе. Температура повышается, если помните, он испаряется, сухой от ледкости минус 70 градусов. Давление газа повышается, это меняет несколько поведений и атмосферную динамику на Марсе. Также лед меняет на морфологии поверхности. Существуют полярные шапки и изменения в мире, на которые мы сейчас посмотрим. Вот такой живописный пейзаж образуется за счет всех этих процессов, которые являются в сфере Марса в полярных областях. Это снимки с Марса в полярных областях. Это изображение показывает очень плоскую поверхность. Тут где-то написано, вот эти все. Возвышенность всего лишь 20 метров размером. Это очень плоская, гладкая поверхность, которая тянется во все стороны очень далеко. То есть, попади туда несчастный космонавт, он бы не знал, как ориентироваться. Существует подповерхностный лед, который обнаружил специальный такой вот эксперимент. Радар был установлен. Радиоволны проникают в подповерхности. Вот что видит радар? Он видит отражение как льда на поверхности, так и в подповерхности. Это в данном случае разрез одной из полярных шапок. Но такие же картинки были получены и для других областей на Марсе. Что удивительно, когда, я еще был школьником, читал о Марсе, считалось в старых книжках, что толщина полярных шапок очень небольшая по сравнению с земными. Например, если вы знаете, Антарктида является самым высоким континентом на поверхности Земля. Именно за счет толстого слоя льда над, собственно, еще и горами, которые под ними расположены. Там толщина льда достигает 4 километров. То для Марса говорили, что ну это какие-то десятки метров, может сотни, которые, в общем-то, сохраняются только благодаря тому, что они никогда эти области сильно не прогреваются. Но вот этот эксперимент радарный показал, что толщина достигает нескольких километров. Что было важно тоже акцентировать. Вот они пишут, что полный объем льда, сохранившийся в этих отложениях, эквивалентен слою воды в 11 метров, который бы покрыл всю планету. Ну вот, толщина полярного льда для одной из полярных шапок километров. Видно, что она довольно большая, неправильная форма такая интересная. Есть какие-то вот даже подобия спиральных структур. Не совсем даже понятно почему. Вот как выглядит край полярной шапки. Вот заканчивается присыпанная песком вот эта ровника. Видим взброс крутой довольно к песчаной поверхности обычной для Марса. Иногда с этого обрыва происходят усыки. Вот один из снимок удачно был сделан. И льда, осыпающаяся пыль с этого отложена. Видим вот слоистость. Это говорит о том, что процесс, который формировал эту полярную шапку, он был длительным и были, когда этот процесс был более быстрым, больше льда накапливалось, когда был более медленный, соответственно, меньше. Вот такие структуры тоже были обнаружены в полярных областях, очень интересные и необычные. На фоне светлого льда появлялось нечто темное и непонятных форм. Ну, загадка эта подержалась недолго. Стало понятным, что подо льдом лед, который там есть, он пересыпан пылью. И когда наступает лед для данной полярной области, как я уже говорил, первым начинает плавиться, в общем, сублимация происходит, что называется, испарение без образования жидкой фазы, лед из углекислого газа. И, соответственно, давление повышается в некоторых слоях. И вот здесь показаны изменения в полярных областях. Что постепенно, за счет действия температурных перепадов, испарения, изначально четкие структуры, за два года стали менее четкими. Какие-то детали, которые были тут, мостики, испарились, какие-то расширились. Ну, вода в свое время, которая существовала на Марсе, в общем-то, это самим никому не вызывает. Более того, она формировала, как я уже говорил, океан в северном полушарии. Это могло привести, в свою очередь, к интересному эффекту. Дело в том, что на Марсе отсутствует, как было показано в одном слайде, кислорода достаточно. На Земле считается, что кислорода тоже изначально не было. Основная масса кислорода, которая сейчас существует на Земле, он образуется даже не в лесах какой-нибудь несчастной Бразилии, которая постоянно вырубается, или в Таёжных лесах, а синиезелезными возрастами в гидросфере Земли. Они основные поставщики кислорода не только теперь, но и на протяжении всего геологического прошлого нашей планеты. На Марсе кислорода очень мало. Соответственно, из кислорода не может образовываться озон, который, в свою очередь, защищает эти же несчастные синие-зеленые водоросли от ультрафиолетов. Помимо, конечно, толщей воды, на глубине нескольких десятков метров, уже негидросфиолет тоже не проникает. Но он не позволяет ничему развиться на поверхности. Опять же, для возникновения жизни на Земле считается критически важным наличие приливов от Луны и Солнца. Марс немного дальше, и там таких объектов сильных и не было. А в приливной зоне организмы, которые туда попадали, находились в стрессовом состоянии, и это стимулировало их революцию. На Марсе же, в момент, когда существовал Палевый океан, кислорода могло быть достаточно насчет диссоциации отзывового порога, когда было много, и тогда мог образовываться озон, который мог бы защитить того, кто жив на поверхности. Более того, поскольку Марс фактически является самоактивной исследуемой планетой, очень много издата было получено не только по данным оптической и геологической съемки, но и также по издатам, например, гамма-спектроскопии. Это специфический метод, который позволяет исследовать состав поверхностного вещества, в данном случае, тех москальных порогов и песков, которые есть на Марсе. Здесь, в данном случае, показано распределение в процентах содержания железа по поверхностным слоям Марса. Видны участки, что, например, в вулканических областях поднятия и Тарсис, железа почти нет. Ну, не почти нет, но, конечно, есть в два раза меньше, чем, скажем, в северном полушарии в низменностях. Вот, например, вот это как раз не является, хотя будет ошибиться, Эллады тоже, там есть в низменностях железа. А это вот крем не так распределил. Но поскольку песком засыпан почти весь Марс, поэтому песка много. Другой аппарат, нейтронный спектрометр, который позволяет детектировать, облучая поверхность Марса с этими самыми нейтронными результатами взаимодействия нейтронов с химическими элементами, которые расположены в поверхности, позволил выяснить содержание эквивалентное водорода в этих самых породах. Здесь вот от 2% до 64%. Видно, что опять железа распределён не разномерно. Ну, старшие поколения прекрасно помнят, когда аппараты «Викинг» увидели вот такое образование на поверхности Марса. Тут же всякая алчная до сенсации публика запила, смотрите, если это руготворный фильм, смотрит на нас с Марса. Вот снимок 1976 года с наилучшим разрешением. Уже видно, что тут не всё так хорошо, как на этом снимке. Это 1998 год уже, новое поколение аппаратов на Марсе. 2001 год, ещё более детальное. Ну и вот Mars Organized Orbiter снял небольшой участок этого образования. Видно, что совершенно типичная для Марса поверхность. Ну и вот, марсоход это уже в пьюриосике. Опять же, наверное, помните, как в новостях звучало, что они там что-то там нашли. Вот какой-то обломочек. Тут вот тоже что-то лежит непонятное. Стали думать, они даже на день остановили этот марсоход. Детально его сняли, у них камера очень хорошая. Они будут близко снять. И выяснилось, что это всего-навсего один из кусочков шрифки аппарата. Дело в том, что, поскольку... Дальше я на этом видео покажу число запусков эмиссий к Марсу. Все они были устроены специалистическим образом до последнего аппарата, до пьюриосики посадочного. Они... Мягкая посадка их обеспечивалась тем, что они снаружи были защищены слоем прочного материала таких подушек безопасности, найдут их шариками. Ну вот, соответственно, когда аппарат тормозился на некоторой скорости, он терял скорость, и потом долго еще тракал бы поверхности марса, пока не останавливался. Потом подавалась команда земли, эти шарики лопались, и аппарат, так сказать, появлялся на свет марсианский. И за все время исследований Марса таких шариков было очень много туда запущено. Естественно, за счет... уже неоднократно проходили пыревые бури, и, соответственно, клочки этих аппаратов, этих шариков уже попали на другие части Марса. Поэтому... Вот. Есть специальные даже сайты, которые отыскивают, так сказать, смотрите, там вот видны скелетики всяких земноводных, которые когда-то бегали по поверхности Марса. Хотя они, конечно, забывают о том, что есть ветровая эрозия, там приносится пыль, пыль является очень мощным абразивом, скорость типичная для поверхности Марса — десятки метров в секунду. И поэтому у них очень хорошо всякие мягкие породы, которые остались после эпохи Палеокеана, соответственно, химические процессы, которые происходили и формировали эти осадочные породы, они очень легко поддаются эрозии. В частности, вот они. Смотрите, вот земной образец, а вот марсианский. Вот там земной, вот марсианский. Ну, одно же тоже. Одно же бегало, прыгало. Вот даже какой-то регуан там обнаружил. Как раз в этой кине страшные вещи делает с человеком, если он заранее готов увидеть то, что он хочет увидеть. Вот некоторые даже какого-то суслика пытались найти. Тут даже не только скелеты. Вот. Казалось бы, если бы не было здесь красного квадрата, вы бы не обратили внимание на эту светлую дочку. Правильно? С первого взгляда. Но пытливые американские исследователи увидели, что что-то хоть не то. Как-то она очень интересная расположена. Вот линия горизонта, ближайшая, по крайней мере, дальняя возвышенность. Это вот нарядов 14-го года. И если увеличить, то оказывается, что эта светящая цисточка выглядит вот так. Но опять же, тут средства массовой информации дико возбудились, стали вещать о очередных сенсациях, которые могут быть с ним связаны. Но оказалось все намного прочее. Хотя самое внятное объяснение, которое этому есть, это то, что этот снимок был сделан в такой момент, когда за спиной того, кто снимал, то есть за спиной Кириосич, как раз садилось солнышко. И где-то там вдалеке есть участок, нечто похожее с обнажившимся областью, типа плоского кристалла такого-то. И вот блик от заката дал засветку на снимке. Ну, по крайней мере, такое объяснение было бы. Ну, в общем, всем кажется, что уже хватит изучать Марс. Но, тем не менее, он таит в себе еще много чего интересного. Вот список, по-моему, успешных миссий на Марс. И тут опять с пухами, тогда есть другой список. В общем, всего. Было запущено 51 аппарат. Из них успешных оказалось 42%. То есть те, которые сделали хоть что-то на поверхности Марса. Возвратных миссий пока еще не было. Все аппараты, которые работают, они работают на поверхности. Уже в них самих аппаратах есть мини-химические лаборатории, которые позволяют производить анализ вещества, которые они забирают на липуляторах с поверхности. Так что, в общем, много всего было сделано. Что планируется сделать? Вот, когда этот доклад готовил, для чего это были планируемые миссии. В ноябре 2019 года должен был быть запущен аппарат МАВИН. Этот специфический аппарат, который не будет исследовать поверхность, это будет заниматься взаимодействием солнечного ветра с атмосферой Марса. Это миссия, по-моему, НАСА. Вот, Mars Orbiter Mission. Это первая индийская миссия к Марсу. До этого они запускали аппараты к Луне, которые производили съемки. Вот теперь они должны были запустить аппарат к Марсу. В 2016 году планируются две миссии. ExoMars и InSight. ExoMars это европейская миссия, InSight не помню. У ExoMars есть продолжение. Он должен будет провести съемку с некими специфическими задачами. Судя по названию, он будет заниматься поисками проявлений геологического прошлого активного типа океанов в действии, возможности жизни на Марсе. И должна быть осуществлена посадка, продолжающаяся миссия ExoMars, посадка марсохода. И в 2020 году планируется новый огород. Большой и мощный. Много говорили в последний год, называли в средствах массовой информации число жаждущих полететь на Марс уже буквально завтра. Но как-то обычно под камер заметают такую особенность. Дело в том, что для космического полета на Марс, опять же, из-за специфики орбиты Марса, не всякий день пригоден. Есть область, моменты времени, когда полеты являются наиболее энергетически выгодными, то есть самыми малозатратными. Так вот, продолжительность полета в одну сторону, от Земли до Марса, составляет 8,5 месяцев. Можно, ну, на самом деле, это средняя длительность. Она может минимальная 6 месяцев, максимально, по-моему, 12 или 15 месяцев. Продолжаться полет. Так вот, во время этого полета доза радиации, которую получит участник этого полета, она в 3 раза превосходит аналогичную дозу, например, в работе за тот же интервал времени на МКС. Почему? Казалось бы, МКС в космосе летает, и тут полет к Марсу. На МКС летает, если вы знаете, не на слишком высокой орбите. Вся эта орбита целиком лежит внутри радиационных поясов Земли. То есть, тех областей, где магнитное поле Земли, довольно мощное, защищает от заряженных частиц, которые летят и из космоса далекого, и от Солнца. Это позволяет, в свою очередь, и защищает, собственно, участников этого полета. А вот полная миссия для полета туда и назад, для Марса, это приблизительно 2,5 года на поверхности Марса. У Марса нет магнитного поля. И, вернее, есть, но остаточное, оно на порядке слабее, чем и Земля. Но никаким образом не защищает. Защищает только атмосфера немножко слабенькая. Поэтому там всего, доза всего лишь в два раза меньше, чем в открытом космосе. Поэтому за год, тут разные оценки, в разных единицах. Вот шестимесячный полет 330 миллизивер, в то время, как стандартный человек, мы с вами получаем 5 миллизивер в год. А за 6 месяцев, только полета, минимального к Марсу, человек получит 330 миллизивер. Вот тут внизу, в рентгенах. В общем, в трех-то раз больше предельной годовой дозы для работников атомной промышленности. Так что, товарищи эти очень рискуют в жизни. На Американце еще почитывали, тут где-то есть текст, что это эквивалентно тому, что вам будет КТ в ручной полости компьютерную томограмму делать каждую неделю по два раза. Аппараты, которые, когда я готовил презентацию, были только планированы, они уже запущены, уже долетели к Марсу в сентябре-октябре этого года. И уже и Мавин работает. Вот первые данные с Мавина. Это... В общем, он детектирует газы атмосферы Марса, которые улетают благотолучно из этой атмосферы. Слева это углерод, потом кислород и водород. Вот видно, как водород, как самый легкий элемент, очень активно покидает марсианскую атмосферу. И уже пролетел и работает. Правда, никаких данных я еще не видел. Индийский аппарат. Вот три поколения марсоходов. Самый первый, я еще был маленьким мальчиком, когда он сел, и это была шумиха большая. Вот он такой маленький, вот его колесико. Небольшая колеска детская. Потом вот типичный спирит и аппартийнити один. Как я уже говорил, в них аппартийнити работает. И вот фириосити. Вот года запуска, масса. Видите, почти по десяти до одной тонны дошли. До трех метров в длину. Число инструментов больше, чем в два раза выросло. Скорость у них действительно одинаковая. Они аккуратненько ездят по поверхности Марса. Ну вот, скорость передачи данных мегабитов в сутки. Память установлена, и расчетный. А ну, это координаты в сутки, куда он должен был попасть. Четыре сантиметра в сутки? Скорость, да? В сутки. В секунду. А, в секунду. Извините. Вот. Ну вот, снимки спириосити, это вот система, она точечкой видна. Но если увеличить снимки, там видна и Земля, и Марс. Ну вот это вот, не думаю, 14-го года. Ну и все с вами тут. Все. Спасибо за внимание. Что сейчас НАСА планирует такие же активные команды запустить на планету Венин. Вот что Вы по этому поводу скажете? Может быть по вопросам? Ну, я Вам дадут. Вперед. Ну, как Ваши? Ну, как Ваши? Ну, здравого здравоохранения. Это полная ерунда. Чушь собачья. Дело в том, что НАСА, по крайней мере, не сподобилось даже допустить ни одного посадочного аппарата на Венеру. С тех пор, как закончилась активная космическая аэра блоков аппаратов в Советском Союзе. То есть, у них были миссии успешные. Вот последнюю у них Венера экспресс, но она исследовала атмосферу. Даже попыток сделать посадочный мужик, который бы провел там снимку, съемку хотя бы, или нечто подобное. Венера вход какую-нибудь сделать. Это крайне для них, в общем-то, не перспективная сдача. Ничего я о таком не слышал, но я думаю, что это утка. Утка? Да. Утка такая крупная, ширная. Утка хорошая. Стоят на массовой информации, очень падкие на всякие утки. Они будут их муссировать, сколько им понадобится. Потому что температура на поверхности Венера, она достигает 500 градусов, давление 90 атмосфер. Даже двигаться на глубине, это сколько там у нас, эквивалент одной атмосферы, я помню, 13 метров, где-то у нас столба. Вот если вас на 100 метров опустить в океан, да еще и нагреть, то это крайне... Даже аппараты, вот советские аппараты, я же говорил, Венера-8, Венера-9, которые снимки первые передали. До этого было, соответственно, 7 аппаратов, которые неуспешно закончили свою жизнедеятельность. Сначала мне вообще даже никто не предполагал, и даже не западные ученые, что температура давления на Венере такая, какая она есть. Наземные данные не позволяли определить эти аппараты. И только потому, что они увидели, что аппарат, допустим, перестал работать на какой-то высоте, он передавал давление и температуру. Додумались, что нужно сделать аппараты, которые выдержали до 200 атмосфер давления, соответственно, очень высокой температуры. И уже эти аппараты советские, они поработали и сделали свое. С ними там действительно очень интересно. Было бы действительно интересно увидеть новую посадочную миссию Венера, но пока я не слышал таких слов. На самом деле, разработкой различных космических миссий в НАСА очень активно занимает. Точно так же вы наверняка слышали кучу проектов и полетов на человека, и на астероиды, и на другие, не знаю куда еще. На это выделяются деньги, и это постоянно происходит. То есть каждый год на горам выдается труд какой-нибудь размером 400 страниц, где описаны конструктивные элементы, что нужно сделать, чтобы сделать базу где-то. Это нормальная жизнедеятельность. Постоянно это происходит. Это не значит, что они будут когда-либо осуществлены. Там есть специальный, очень строгий отбор аппаратов. Вот мои старшие коллеги из институтов, в которых я работаю, принимают неоднократное участие в работе и проектируют его анализы данных космических миссий. И они, в общем-то, изнутри эту кухню знают. И получить миссии, скажем, даже к малому телу, это очень многолетняя и трудная задача. Спасибо. Я предлагаю сделать группу, команду готовить охота на мясовских сучеников. Шкурки будем ставить, да? Или мясо. Ну, как получится. Заявленные в СМИ числа желающих комитета Марс... по этой штукой. Пять тысяч, по-моему. Ну да, в начале заявки были. По выличному составу, без астероиды, чистое железо. Ну, так как и положено... Ну, не тянет, если падает... Да, да. То есть, это и есть уже смысл исследовать, изучать и притягивать на землю вещества. Ну, смысл изучать и такие, опять же, про это и есть. И каждый год там комитеты заседают, и деньги бюджетов проедаются. Запомнишься. Но это совершенно не говорит о том, что это будет сделано. Сколько затратов, скажем. Мы имеем то, что мы имеем. Самый мощный энергоноситель по этой энергии, который может доставить, если не помню, 200 тонн или 2000 тонн. Очень много. Мне кажется, это есть. 200 тонн. Полезная нагрузка. Сама нам есть, может быть. Да. Да. 200 тонн. Ну, допустим, нас интересует, соответственно, топливо, чтобы доставить такую... Ну, чтобы повоздействовать на что-то, мы можем только, опять же, поставить двигатель. Никакие взрывы особо активно это не помогут. Вот. Соответственно, для того, чтобы поедать импульс астероидов размером в сотни метров, который имеет соответствующую массу, можно просто посчитать его. Взять шарик размером в сотни метров, взять плотность, как 3 грамма сантиметра в технической среде. Сколько она весит. И кинетическую энергию в квадратных полах. Вы можете взять из школьного учебника по астрономии. Там есть третья из школьного учебника, который связывает период вращения с большой полуосью. Считаем, что полуось ровная. Два периода, длину вокруг, деля один на время похождения этой работы. И получаете скорость. Ну, и сколько нужно дать энергии этому астрологу, чтобы его сместить куда-то. Это очень большая энергия, такие расчёты многократно делались. И пока всё это только есть на бумаге. Все эти проекты есть, но до реализации, к сожалению, никакой. Учитывая, что такое научный проект. Когда, конечно, мы платим в западном обществе. При этом идёт люди, учёные, есть бюджетное финансирование, то есть выделяется энное количество миллионов долларов на что-то. На что решает комиссия. Но, чтобы сделать что-то выходящее вне бюджета, а как правило все научные миссии свой бюджет превышают. Нужно идти к товарищам конгрессменам или к товарищам европарламентёрам, которым вообще на всякую науку упаково плевать, поскольку эти политики они даже не специалисты в этой области. И убедить другого человека, что нужно выделить деньги на это, скажем, а не на, не знаю, на изобретение вакцины от рака, это очень сложно. И это многократно, особенно в США, отмечает проблему определения денег на научные проекты. Именно поэтому будем все время закрыть программу Аполлон в 70-е годы, когда начался кризис рентиной. Сейчас закрыта программа ШАПУ. Вот они и начали разработку, отдали науку участную компанию разработку пилотированных полетов, поскольку не имеет и Европа, и США своих... есть транспорт неправильно, вот уже КЛНКС летал, но людей они возить не могут. Они в лучшем случае смогут возить через два-три года. А там может только прогрессовать. они, естественно, ну, как любую самую, потому что не зависимо от чего ничего. Но пока они не заслужились. Вот у них было восемь, если вы слышали две аварии. Один как раз из брансовского SpaceX аппарат, а второй у них еще по-моему, с украинским двигателем, где относительно полового успеха. проблем хватает на самом деле. Просто в 70-е года, в 60-е была гонка, и на это деньги выделяются политики политизации. А сейчас еще вопрос связанный с Марсом по поводу катастрофы. Действительно вы обратили внимание, что в 35 массах это больше, на Земле, это значит, что она где-то более высшая. Но с любой стороны в целых или, допустим, в целых одна сотая или в целых девять сотых это не доказывает большая разница, потому что все равно приближены к гулю. И все-таки вот эта разница орбит это подтверждает то, что катастрофа была на Марсе, потому что ударный кратер, да, какие-то очень низко, и тут же глухоническая деятельность на другой части Марса, на другом шаре. Насколько сегодня школа планетологии, а я говорила, вы помните, что Харьковская школа планетологии является главной, основной и самой важной не только в Украине, но и вообще на Земле. И вот с точки зрения этой школы, вот, катастрофы в мире планет, и в частности масса, сколько это актуально для Земли? Ну, для Земли, на самом деле на планете Земли 200 кратеров по аэрокосмическому структуру. Возраст у них у всех будет большой, до сотни миллионов, до сотни миллионов лет. Просто на Земле не сохраняются с обратными кратерами за счет геологической водности, вода, ветер, движение плит, все стирается. за сотни миллионов лет а жизнь существует три с половиной или восемь миллиардов самодельных городов. Правда, которые были на ней в 3-7 километрах. Естественно, все эти там довольно крупные характеристики, 100 километров. Поскольку жизнь существует, значит, они для, собственно, самой жизни не критичны. По расчетам, в общем-то, довольно достоверно, проверим мы как разными группами, для современной цивилизации, скажем, периодически, будет падение километрового тела на верхней земле. Такое тело может упасть в полномиллионе лет в первом полномиллионе лет. Все, что меньше сотни метров, это будет глокальная цивилизация, может вызвать пожары, кратковременную ядерную зиму, но для цивилизации мы, может, потеряем уровень, но не это не вопрос выживания. То есть, для жизни она, всему стручуна. Для, собственно, планеты катастрофически, на самом деле, чтобы изменить орбиту Марса очень сильно, нужно положить очень большую энергию. Я думаю, это существа больше, чем даже образование перелом. На самом деле, можно как-никак, нельзя исключать и такой вариант, но формирование орбит, это есть результат первоначальных процессов, которые протекали в результатах и сами планеты начинали формироваться. в газопылевом углу. Возраст солнечной системы считается, по возрасту теоритов, это 4,55 миллиарда лет. Соответственно, это процессы, которые тогда протекали. Мы не знаем, какие-то процессы точно вернее. Теории и модели, которые сейчас существуют, численные образования в плане таких газопылевых дисков, они не позволяют однозначно решить все проблемы, все особенности. Мы не можем задать, скажем, распределение плотности с расстоянием под солнцем, температуру, состав и получить точность в солнечном системе. Эти модели не настолько мощные. Они позволяют только какие-то качественные величины оценить. Например, по существующим многим моделям орбиты Юпитера и Сатурна должны быть идеально круговыми. А у них орбиты круговые даже больше, чем у Земли. В Земле показывают сколько? 1,9, да? У них еще меньше. Но в моделях для моделей это слишком много. И они еще должны быть более близкими. Они круговые. Почему? Непонятно. Таких вопросов много. поэтому я не уверен, что можно точно предписать это столкновение. Скорее всего, это не явно до сих пор в процессе в районе Солнечной системы. Или может быть какие-то другие далекие отсутствия дела? Спасибо. Есть у вас какие-то вопросы? Нет. Спасибо. по-русски. По-русски. Продолжение следует...